Продолжение следует... Приехал клиент на диагностику в прошлой среду. Машину недавно купил, месяц назад. Услышали мы, ну, послушали двигатель, сделали компьютерку, посмотрели... Подожди, это новый, что ли, двигатель стоит? Это Rebuild, наш Rebuild. А, он такой чистый, да? В нашем сервисе, наши ребята. Выглядит, да, как новый, потому что... Так, и что там дальше будет? Следим за качеством. В общем, приехал клиент, сделали ему диагностику полную по автомобилю. Очень много проблем у него было. Во-первых, звенели цепи. У него проблемы с карданом. Кардан, флянец на кардане, который на коробке. Ну, там, здесь у них беда такая, на козрандах. Там, там, из-под самого кардана, из-под заглушки вытекает масло. Также диски тормозные, колодки, шайбы под форсунками. Ну, в общем, большая, большой список того, что нужно сделать. И в итоге он записался на среду на замену ГРМа. Ну, когда он приехал, как бы, посчитал, что это довольно-таки дороговато. И решил ГРМ не менять. Вот, решил поменять карданы, диски тормозные. Но, благо, мы уговорили его хотя бы померить давление масла. Потому что двигатель, будем говорить, мягко говоря, работал не очень. Он был шумный, громкий, как, знаете, ну, как жестко работал. Не так, как он должен работать. Не зря уговорили, да? Да, не зря уговорили. Меряем давление масла. Давление масла 1,7. Померили давление масла. Стоит двигатель. Давление масла 1,7. Решили, в первую очередь, снять поддон, посмотреть, что там, как там. И, как бы, подготовили к замене цепи вместе с маслонасосом. Надеялись, что все-таки обойдется. Но, когда мы сняли поддон, мы поняли, что нет, не обойдется. В поддоне было очень много стружки. Стружка выглядела, как фольга. А фольга, как все многие знают, это уже все, это вкладыши. И следующим этапом мы уже просто начали снимать двигатель. А нету этих запчастей, посмотрите, старых? Есть, конечно. Остались, да? Очень интересно. Вы же клиенту потом отдаете, да, запчастей? Да, перебернулся. Конечно, обязательно все грузим в машину. Клиент все заберет. Ой, морда, это от него, да? Да, это морда от него. Вот от него. Дрыгайте. А что, эти радиаторы моете? Ну, пока еще нет, не стали предлагать, потому что клиент рассчитывал на замену кардана с дисками тормозными, а в итоге попал на мотор. Смотрите. Кстати, это нормальный. А вот такой вот у нас шатунный вкладыш. Вы представляете, он ездил своим ходом. И, кстати, клиент говорил, никакого дискомфорта, все отлично, можно гонять. Такой он не стучал, получается? Не стучал. То есть вы его уговорили померить давление масла, и оказалось, что такие вкладыши стоят? Вот такие вот вкладыши. А что за масло там такое было? Масло залил Матюль 5.30. Ему кто-то посоветовал, порекомендовал. То есть он на Матюле ездил и со таким вкладышем стукнял? Ну, на чем он ездил, как бы неизвестно. Этот двигатель, будем говорить откровенно, скорее всего, был собран на продажу. Потому что видно, что поддон снимался, заборник вымывался, шайбы под форсунками были меняны. То есть мы как бы рекомендовали для профилактики поменять, а они уже были меняны. Но на форсунках были следы сажи, то есть они были прогоревшие шайбы, видимо, было масляное голодание. Получается, они поменяли шайбы, помыли заборник, поставили новую турбину. Это, видимо, было последствием, потому что турбина стоит новая. И, возможно, даже на ней уже поменяли картридж второй раз, потому что... А турбину сейчас, получается, ту новую переставили? Турбину мы переставляем, турбина сейчас в хорошем состоянии, люфта нет. То есть как она себя поведет дальше, это, конечно, самому богу известно. Но как бы приговаривать целую деталь, это как бы не наш метод. Вот. И поэтому цепи, кстати, тоже были в изношенном состоянии. Не зря. Вот смотрите, какой натяжитель нижней цепи. Это вот как раз на масляный насос. Уже, мягко говоря, хана. Он уже мертвый. А средней цепи вообще он болтается, как я не знаю, что. Смотрите, он не держит. Вот он извинел. Видите? Там шарик он должен держать. Вкладыш не стучал. И вкладыш не стучал, да. Коренные тоже. Смотрите, какие коренные интересные. Естественно, что вышло в итоге? В итоге вышел коленвал. Коленвал. Вот они, задиры. Они как бы не сильно видны, но если хорошо рассмотреть, не на камеру телефона, тут видно, вот шейка, видите, синяя, она перегретая. Вот тоже задиры по колену. Вот задиры по колену. В принципе, в принципе, можно было бы его попробовать восстановить, но как показывает практика, раз точка, проточка, это ничего не решает. Это не продлевает жизнь детали, а только уменьшает ее. И поэтому мы все-таки посоветовали либо ставить новый коленвал, либо уже как бы принимать другие решения. Да, выработка. А это от сальника, что ли, такого? От сальника заднего. Это что, этот, ноготь закусывает дальше? Ну, начнем с того, что когда мы делали компьютерную диагностику, на одометре у этой машины 250 тысяч. Да ладно? Да. А когда я посмотрел по компьютеру, там 405 тысяч пробега. Вы представляете, сколько она уже, бедолага, повидала? А почему так это компьютер показывает? Там где-то эти... В блоке управления двигателем можно посмотреть, есть такой метод, допустим, если вы заходите под Grandstar X 2008 года и Euro 4, то вы не увидите, какой реальный пробег он не показывает. Но если выбрать машину более свежую, Euro 5 двигателем от 12 до, по-моему, 16, они с 17 года выпускаются. Ну, в принципе, они и сейчас некоторые есть, да, которые аж один, Euro 5. Вот, то с помощью, ну, зайдя через эту программу, можно посмотреть реальный пробег автомобиля. Но, конечно, никто не застрахован от перепрошивки блока. То есть, были случаи, что и блок показывают нормально, но по машине видно, что пробег очень большой. То есть, получается, кто-то продавал, видимо, смотал, но не до конца. Кстати, как сказал клиент, эта машина год назад приехала из Кореи. Это вообще было очень удивительно. Ну, это в Корее, значит, смотали. Тут же уже в России не пробьешь этот пробег. Ну, как бы проблем много было, и решили все-таки поставить наш ребилдовый мотор. И я вам хочу сказать, что вчера утром он должен был приехать в 9, приехал в 11. Мы там пока долго думали, что мы будем с ней делать, какие запчасти менять, не менять. Пока там мерили. С чем он приехал? Я уже все рассказал, Виктор. А по состоянию не похоже на 420 тысяч пробег? Ну, как бы по состоянию салона очень похоже, потому что у него уже ручки покрашивают. В черный цвет. Они должны быть серебристые, и краска уже, видите, она стерлась. Так что, по состоянию... А, ну тут вон сидушки даже. Да, сидушки все стерлись, все стерлось. Клиент первый раз купил такой автомобиль, сказал, что больше бушный никогда не будет брать. Да нет, ну почему бушный? Ну, просто нужно выбирать правильно. Выбирай, надо, да, конечно. Просто приезжайте, ну, к примеру, в наш сервис, не обязательно в наш, но в любой сервис, который занимается конкретно данными автомобилями. И делаете полный, профильный, да. Если корейцы, значит корейцы не надо, не усиленцы. И вам, если там работают нормальные профессионалы, они все про него рассказывают. Ну, в принципе, как это сделали мы. Блин, ну роль, конечно, тут все. Вот. Кстати, по замене двигателя можете обратить внимание на сроки. Вчера где-то в 4 вечера, да, мы его снимать начали? В 3? В 4. А, в 2 я пошел обедать, в 3 я попривернулся, мы начали его снимать. В 3 мы его сняли, к вечеру мы его раскидали. Сегодня где-то часика. В 5, я думаю, я его уже запущу. Отлично. В 8 отдаем. В 8 он уже уедет, даже в 6, я думаю, он уже уедет. То есть получается выгоднее ребилд поставить? Это выгоднее, это намного быстрее. И вот вы знаете, как бы, если честно, этот двигатель можно было восстановить, это не то, что честно, это, в принципе, по нему видно, его можно восстановить, но это затрата времени и денег. И выходит по сумме, вот мы просчитали полностью всю сумму, разница в 2000 рублей. В 2000 рублей ребилд вышел чуть дороже. Мы экономим минимум 4-5 дней. Это не считая подводных камней, которые могут вытечь во время продолжения ремонта. То есть такие, как там, ну, допустим, перевтуливание, такие, как, что еще там, вот там у него распредвал, у него сильно поврежден выпускной. То есть гидрокомпенсаторы, рокера, это все тоже, как бы, то есть там, ну, посчитали приблизительно, но, я же говорю, вот разница приблизительного подсчета вышла ровно в 2000 рублей разница. Поэтому... Экономия времени взяла свое. Да, экономия времени взяла. Поэтому владелец этого автомобиля, ну, думал по этому поводу, плюс ко всему, мы на наши двигатели даем гарантии. Они у нас прекрасно бегают, все клиенты, которые мы их установили, довольны, гоняют на них. Есть уже даже случаи, по 600 тысяч машины проехали. Москва, Казахстан. Москва, Казахстан. Что, хватит рекламируйте. Клиенты будут смотреть, скажут, рекламный ролик какой-то записали. Подошел посмотреть. У него бампер от Европятого двигателя. Кто себе захочет, становится на ура. Это более свежие машины, чем он отключается? А, у него решетка такая, да? Угол. Угол, видите, выбирает. А на Евро-четвертом она идет вровень. И решетка чуть побольше. Ну, симпатичнее смотрится. Так это он какого года получается? Он 2008 года. 2000. 2008 года, да. Так, вот стекло. Ну, около 7-го, да, по этим паспорту 8-го. А новые решетки, они, получается, ставились? Тоже 7-й год. Новые бампера, таки, стабили уже. С 15-го года, да. Присталил, как же. Ну, зато радостная новость для него, что входовка тут более-менее, кроме дисса, салон еще перешить. Да, более-менее живой автомобиль. Будем пробовать. Таки, немного времени прошло, да? А звук неплохо. 200 тысяч, ты говоришь? 250 на однометре, а по компьютеру 404 или 405, что-то такое. мягенько, приятно. Не так и прогнеть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приезжайте к нам в сервис, расскажем вам многого интересного про вашу автомобиль. Просто посмотреть, поздороваться, приезжайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!